Привет! Весьма буднично OnePlus представил свой главный смартфон на 2024 год, а именно OnePlus 12. Если кто-то забыл, с 11-го поколения приставка Pro в названии исчезла. И строго говоря, интриги в презентации не было совсем. Корпорация BBK рассекретила все, что могла о 12-м задолго до его выхода. И если мы ругаем Apple и Samsung за то, что они из года в год делают внешне одно и то же, то у OnePlus тут еще большие проблемы с дизайном. Фактически со времен 9-ки во внешности меняется лишь оформление камерного блока. Да и то в 12-м он не сильно поменялся относительно 11-го OnePlus. Тру-фанаты OnePlus будут расстроены одной мелкой деталью. Фронталка теперь по центру верхней части экрана. Кто-то считает это смертным грехом, типа так только у бюджетников бывает. Но 99% пользователей все равно. Новинка стала несколько больше, благодаря увеличенному до 6,82 дюймов экрану. И вопреки набирающей силы моде, остались закругления по бокам стекла. То есть защиту клеить на него будет то еще удовольствие. Сама матрица представляет собой OLED-дисплей BOE X1. Его разрешение 1440 на 3168 пикселей. Динамическая частота обновления в диапазоне от 1 до 120 Гц. Шим 2160 Гц, то есть для глаза мерцания видно не будет. И пиковая яркость аж 4500 канделов на метр квадратный. Последнее, конечно, будет только на бумаге, но зато как звучит. Формально OnePlus 12 это второй смартфон на платформе Snapdragon 8 Gen 3. Этот процессор успели поругать на Xiaomi 14 из-за троттлинга. Но мы-то знаем, что сиамиты часто спешат и не дорабатывают платформу в своих первых смартфонах на ней. OnePlus обещает рекордную производительность и гигантскую испарительную камеру. И в результате в Antutu мы выбиваем более двух миллионов попугаев. В любом случае на 2024 год Gen 3 будет ультимативным решением в мире андроида. Главный датчик основной камеры это 50-мегапиксельный Sony LUT808. Датчик нового поколения. В модуле со сверхширокоугольным объективом установлен 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX581. А в перископном модуле применяется 64-мегапиксельная камера OmniVision OV64B. Нам обещают настройку от Hasselblad и трехкратный оптический зум, которым сейчас уже никого не удивишь. Корпус смартфона не просто так увеличился, но и получил увеличенную батарейку. Теперь ее объем составляет 5400 мАч. На презентации много болтали о превосходной автономности и насколько в OnePlus 12 дольше работает конкурентов. Но это все слова, что будет на деле, скоро узнаем. OnePlus 12 поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт. В этом нет ничего революционного. Зато реабилитировали беспроводную зарядку, вернув ее в смартфон. Максимальная мощность 50 Вт, но это только с фирменной зарядной станцией. Из интересного в OnePlus 12. Остается alert slider, что хорошо. Что еще лучше? Добавили инфракрасный порт для управления бытовой техникой. И есть новость не очень хорошая. В смартфоне, во всяком случае в китайской версии, заявлена влагозащита IP65. То есть формально он не является водонепроницаемым. А значит купаться с ним будет плохой затеей. По меркам рынка флагманов это довольно странное решение, ведь у главных конкурентов IP67, а у некоторых IP68. Продажи в Китае начнутся уже в декабре. Цены в переводе на доллары выглядят так. 12.256 это база 610 долларов, 16.512 680 долларов, 16 гигов ОЗУ 1 терабайт накопитель 750 долларов и топовый вариант 24 гига ОЗУ и накопитель терабайт 820 долларов. Естественно версии глобальные, то бишь европейские, будут стоить гораздо дороже, как это обычно бывает у OnePlus. Что же касается меня, то как знают постоянные зрители моего канала, я OnePlus нежнейшее люблю. Пропустил 11, ну потому что это был странный OnePlus. 12 во всяком случае на бумаге смартфон интересный, и его конечно нужно брать. Ну а у меня все, если остались вопросы, пиши в комменты, там и общаемся. Лайк, подписка, все как обычно. Пока, пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!